План, как он был, по 4 сотки. Вот он проходил здесь, дальше береговая зона. Там никому не разрешали, вы видите, что никто за дорогой еще не строился. Совсем не романтичная история произошла в садовом товариществе «Романтик». Каким-то образом оказалась приватизирована земля вдоль берега Волги. Новые хозяева начали было расчищать эти три участка, да угодили в судебное разбирательство. Не согласны были дачники, что им закроют подход к реке. А в ходе суда выяснились довольно интересные моменты. В свое время, когда организовывались, мы принадлежали к профсоюзу атомной станции. И печать, соответственно, была «Романтик» и «Профсоюз атомной станции». Вот там стояло на вот этом решении, потом вы увидите, печать атомной станции. Но Ходяков, когда заступил, тот председатель, который якобы вот эти участки распределял, тогда уже у нас был не кооператив, а СТ «Романтик», то есть садоводческое товарищество со своим уставом. И каким образом, ну, скорее всего, вот это они подделывали, когда документы. Юрист, изучив вопрос, тоже увидел несоответствие в документах. Представлены документы, это членские книжки и другие, также с той печатью, которая не установлена у образца. Также представлена справка 2007 года о том, что участки данные перераспределены данным лицам без учета общего собрания. На тот момент федеральным законом было требование о том, что в случае, если участки не распределены, то они, принятие распределения принимается на общем собрании. Но никакого общего собрания по вопросу выделения трех участков не проводилось, а в границах садового товарищества их вроде как вообще нет. Вот определили сначала границы, а потом сделали общий план неживания. Ни в границы он не вошел, потому что не было у нас этих участков. Ни в реестре, нигде они не числились. И членов товариществ таких у нас не было. Определяет это общее собрание. Это не может ни председатель лишить, ни правление, ни тем более в то время районная администрация. Она не распределяла ни земельные участки, ни землю, которая дополнительная. Это в принципе дополнительная земля. Все сведения по изменениям владельцев участков в садовом товариществе заносится в реестр, который передается в земельный комитет районной администрации. Там мы потом корректируем. Кто-то продал, кто-то вышел, кто-то отказался, кто-то приобрел. И фамилия меняется. Этих, ни номеров и этих дачных участков, ни тем более членов товарищества их не было никогда и до сих пор нет. То есть, если бы три участка в прекрасном месте на берегу Волги входили бы в состав садового товарищества, то сведения о них имелись бы в администрации. Но за много лет существования романтика границы товарищества не сдвинулись. А значит, данная земля не могла входить в состав СНТ. И в этом случае распределять ее бывший председатель просто не мог. Эти махинации с документами и пытаются через суд доказать члены садового товарищества. Они не согласились с первым решением суда, который, по их мнению, не учел доказательную базу и подали апелляцию. А новые владельцы многострадальных участков тем временем пытаются избавиться от земли. Слишком уж много хлопот с нею возникло. Покупатели его сейчас пытаются продать, но на него обременение пока не вступило в силу решения суда, наложено на земельные участки обременение. Когда вступит, они уже вправе его продать. Дачники надеются, что во второй раз суд более внимательно отнесется к доказательной базе. И в истории с новыми членами товарищества, о которых раньше никто не слышал и взносов от них не получал, будет поставлена точка. Продолжение следует...